Винсент Килпастор Школа стукачей Глава пятая Новый год Завидую художникам И не только за умение рисовать У них есть привилегия Дать имя готовой к картине В моей голове беспокойным роем Носятся названия тысяч картин Остается малое Нарисовать все это на холсте Бывают такие редкие счастливые моменты Когда во мраке тюремной камеры Сквозь храп соседей Смрад давно немытой плоти И подвальной сырости Вдруг ярким лучом чистого света и радости Ворвется отрывок из Гершвина Медузой проплывет пятно картины Сальвадора Дали Или хрустально-циничная Мысль Оскара Уайльда Придет откуда-то извне И осветит сознание Неземными разводами Северного сияния Приходит тихая радость И тогда ясно понимаешь Что свобода Это не то, что можно Заградить от тебя решетками Колючей проволокой И лаем собак Они Они могут замуровать в подвале Этот мешок с костями Называемый моим телом Но им не дано власти Даже самому абсолютному диктатору Посадить на цепь Мою душу Это затертая банальность Но что тут сделаешь Если каждое слово в ней Правда Не надо ничего бояться Друзья Нет на этом свете Ничего такого Что мы не могли бы пережить Тем более мы Единственный в мире народ С пословицами типа От сумы Да от тюрьмы В камере городского управления Милиции Сокращенно ГУМ Где нас держат втроем Царит вечный полумрак Вдобавок У меня забрали очки О, этот ужас Вам может описать Любой очкарик И интерьер Приобрел мягкие Сероразмытые очертания Лампочка под самым потолком В глубокой нише в стене Ниша Закрыта пыльной Покрытой мертвой Паутиной решеткой Лампочка Тускло светит 24 часа в сутки Если вы в детстве Играли по подвалам В казаков-разбойников То подвал ГУМа Представить сможете Без труда Чуть ниже Обитая толстой жестью Много раз перекрашенная Дверь Свет лампочки Освещает только Среднюю часть двери Постепенно расширяясь к низу Это похоже на освещение Сцены для спектакля По пьесе Горького На дне В двери Вырезан глазок Волчок А чуть ниже Кормушка Форточка для баланды Свет в коридоре Намного ярче Чем в хате И видно Как он пробивается В щели Вокруг волчка И кормушки Радик Хороший Думаю Думаю Если бы он был музыкантом Двинул бы должника Скрипкой Он не способен На спланированное убийство Однако На всякий пожарный Стараюсь с ним Не спорить У него Третья ходка И он наставляет Меня в фене И правилам Тюремного этикета С ноткой Усталого ветерана Системы Вынужден Выражевывать Прописные истины Недогону Даже справление Малой нужды В камере Это целый ритуал Знание и соблюдение Которого Как и сотни Других реверанцев Необходимы Для элементарного Выживания Тюрьмы Переполнены До отказа Поэтому ходить Надо на цыпочках Чтобы не наступить На соседей В буквальном И переносном Смысле Я еще не раз Скажу ему спасибо Оказавшись в камере С сорока пятью Другими отбросами Общества В этой камере Мне безвылазно Придется провести Девять Долгих Месяцев Не суд Громко шепчет Радик Не суд Мы ждем Баландеров Баланду в гуме Дают только Один раз в день В обед Поэтому наши Длинные Длинные Тюремные сутки Разделены На две фазы Ожидания Баландеров И одухотворенные Воспоминания О баланде Баланда Это кульминация Которая вносит Суть И наполняет Смыслом Наше однообразное Существование И дело Даже не в том Что хочется Жрать Жрать Из скудного Тюремного Меню После нормальной Еды Вы не сможете Дней десять Баланда Просто одно Из немногочисленных Событий В сером полумраке Камеры Предварительного Заключения Правда Могут Вытянуть Еще на Пресс Конференцию Так называют Допрос С пристрастием Но вызывают В основном Радика Он вне Сознанки И вообще Ранее Судимый Если прижаться К щелкине Глазом А носом Можно даже Угадать Что сегодня На обед Физики Погорячились Доказав Что самая Быстрая Скорость Света Запах Путешествует Быстрее Чем звук Поскрипывающей Тележки С баландой И уж Точно Быстрее Чем свет Это когда Баландер Пятнадцатисуточник Наконец Раскрывает Кормушку Радик и я Прилипли к двери В неудобных Позах Стараясь Вынюхать Своё Будущее Свет Падает Сверху И касаясь Наших плеч Расползается Мутной лужей У наших Ног Весь Остальной Мир В этот Момент Скрыт Мраком Камеры И не имеет Ровным Счетом Никакого Значения Ожидание Баландеров Эта картина Называется Ожидание Баландеров Думаю я И улыбаюсь В темноте Тому единственному Другу Который у меня Теперь остался Самому Себе Скоро Новый год Мой первый Новый год В зоне Сколько Их Еще Впереди Страшно Даже Подумать Об этом Даже Считать И то Боюсь На воле В Новый год У меня Уже Сложились Определенные Традиции Такой уж Это праздник Традиционный Каждый год 31 января В папской Зоне Я Не боясь Показаться Неоригинальным Иду в баню И дело Не в культовом Кинофильме Дело в том Что на Новый год Сильные Миры Сего Дают нам По своей Беспредельной Милости И благодати Горячую Воду Это здорово Входишь В следующий год Обмытый И во всем чистом Так как и постираться Под шумок Умудряешься Входишь в Новый год Как душа Входит В рай Я проделываю Это в папе И с года в год Весь день 31 Толчешься Чтоб попасть в баню На промку Кто на праздник На праздник Не выводят Потом Моешься В толпе Голых Распаренных Мужчин В хозяйских Трусах Снять трусы В бане На общем Или усиленном Режиме Это страшный Вызов Судьбе Стираешь Свои Немногочисленные Шмотки И все время Думаешь Вспоминаешь Подбадриваешь Себя Новый год Семейный Праздник И ты Празднуешь Его с единственным Уцелевшим В новой реальности Членом семьи С самим собой Чтобы воспроизвести Подобное Грандиозное Ощущение Вселенской Гармонии На свободе В наши дни Нужно Как минимум Купить La Grande Bleu 355-футовую Яхту Несчастнейшего Из смертных Миллионера Абрамовича Вторая часть Празднования Это Укуривание Планом Который Начинаешь Запасать Загодя За 2-3 Недели До 31 Января Это Традиция Которую Я импортировал В папскую Колонию С воли На воле Тоже Готовиться Всегда Начинаю Заранее Где-то За месяц Откладываю Несколько Трубочек Доброй Анаши Разной Из нескольких Барыжных Точек Каждая Анаша Расскажет Мне свою Историю Это Смертоносный Ряд Отборная Дурь Предвкушая Мой Самый Любимый День В году До сих Пор Утром 31 Чинно Поздравляю С Новым Годом Родителей Распихиваю По карманам Дрянь Папиросы И в путь Теперь Мне надо Успеть Поздравить Всех Друзей Они тоже Идут По жизни Маршем Только В отличие От Соевской Ватаги Остановки У них Не у пивных Ларьков А у Анашовых Ям Узбекистон Че тут Поделать Золотой Треугольник Курит Каждый Второй Мой Сверстник Лет Это К 14 Туры Говорят Анашу И маковые Головы Открыто Продавали На ташкентских Базарах До начала 60-х Не знаю Не застал Но найти Дряньку Можно и сейчас Я вас научу Свой первый Боевой косой Взрываю Прямо в такси На пару С таксистом Обычно Ташкентские Таксисты Именно так И начинают Свой рабочий День Если вы В Ташкенте Сели в такси И водила Необкуренной На всякий случай Пристегнитесь Ремнем Че-то тут Неладно Убитый Анашой Таксист Рядовое Явление Наших Неспокойных Лет План Приятно Радует Всю дорогу Из Сергелей И вскоре Уже Я приезжаю К Стасу Мой друг Живет У магазина Штангист Вообще-то Магазин Называется Довольно Обыденно Спорттовары Но вы Спросите У любого Ташкентца Где это Магазин Штангист И он Тут же Заулыбается И покажет Снег Сыплет И сыплет С самого утра Но едва Коснувшись Дороги Тает Мокрый Черный Асфальт Выглядит Фантастически Красиво Если смотришь На него По обкурке По обкурке Глаза Иначе Воспринимают Свет Заметили Так и иду Не отрывая Глаз От посеребренного Новогоднего Асфальта Такая радость Такой Торжественный Покой Стас Художник Учится В художественном Училище Рисует Интересно Это я говорю Не потому Что он мой Друг И собутыльник Огромная Стена Подъезда Перед Квартирой Стаса Это одно Из его Взрывающих Сознания Полотен Пост Модуль Называется Стас Не может Объяснить Что такое Постмодуль Но смотрится Вызывающе А это Главное В искусстве Пигмей Ижека Несколько Раз пытались Совершить Над постмодулем Акт бытового Вандализма Но Стас Регулярно Обкуривался Натягивал Малярный Комбинезон И к утру Шедевр воскресал Уже в следующей Более совершенной Версии Рисовать Стас начал Как только Переболел Менингитом Все в школе Думали он Теперь ебнется А он вдруг Стал рисовать Действительно После такой болезни Часто становятся Идиотами А Стас Просто Совершенно Преобразился Казалось В него Инкарнировалась Душа одного Из мятежных Художников Постмодулистов Даже беретку Стал носить Природа Возникновения Таланта Неуловима Но точно Могу сказать Талант Не имеет Ничего общего С нормальностью И здравым Смыслом Обкуриваемся Со Стасом В его дворе Перед Подкрашенными Серебряной Краской Гаражами Серебряный Гараж Как показатель Земного Благосостояния В эпоху Развитого Социализма Стас Находится В глубочайшем Депре Тренькает На гитаре И клянет Свою горькую Судьбу На скамейке Где мы уже Наверное Скурили Не один Килограмм Плана Свежевырезанная Надпись Это понятный Всем мужчинам Термин Из которого Великие предки Умудрялись Вытягивать По целому Роману Сука Девчонка Рыжик И его муза По имени Танюшка За неделю До нового года Со всей семьей Выезжает Навсегда В Германию Тогда был Такой период Немецкой политики Германия Для евреев Для евреев А не для немцев Потому что Живущему В Ташкенте Огромному Сообществу Депортированных Из поволжья Немцев Визы получать Было крайне Нелегко А вот евреи Въезжали На автопилоте Танюшка Была черью Израилевой И ее семья Уже паковала Бундес чемоданы Она Уезжала Навсегда Навсегда Понимаете Сердце Стаса Разбито Не скажу Что тогда В Узбекистане Было так же Херово Как сейчас Но отток Народа Уже начался Через годик Он превратится В лавину Библейских Масштабов Благодаря Гению Товарища Иосифа Виссарионовича Сталина В Ташкенте Жили тогда Корейцы Греки Немцы И турки А менее Экзотических Представителей Дружной Семьи Народов Молчу Это был Маленький Нью-Йорк Все любили Готовить на праздник Узбекский Плов И курить Узбекский План А сейчас Стали походить На перелетных Евреев Времен Брежневского Великого Исхода Тот Улыбающийся Туповатой Улыбкой Анашиста Ташкент Уже не вернется Никогда Как и тот Новый год Городу уже Вынесли Приговор Новоявленная Сталинская Тройка В лице Ельцина Кравчука И еще Какого-то Братского Шаушенка Приговаривают Наш Ташкентский Новый год И еще Десяток Праздников В могилу Интересно бы Глянуть на Американский Патриотизм Если бы По исполнению 16 лет Подростку Сообщали Будто 4 июля Всегда было Постыдной Исторической Ошибкой А Хэллоуин Это вообще Шабаш Оголтелых Сатанистов Первым Кто уехал Из нашего Класса Был Дима Кислицын За три месяца До отъезда Он, впрочем Из гадкого Утенка Превратился В красавца Лебедя По фамилии Финкельштейн Вскоре Обретший Проездную Фамилию Диман Уже прислал Нам открытку Из городка Форт Майерс Штат Флорида Он приветливо Махал рукой Стоя рядом С памятником Генералу Ли Я помню Сильно удивился Тогда памятнику В английской Спецшколе Учили Что генерал Ли Воевал За побитую В гражданской Армию Конфедератов Да и вообще Говорят Иногда Борясь С депрессией Ли Вешал на суку Беглых негров Сразу же После партейки В бридж Увидеть памятник Ему Это все равно Что представить Памятники Василию Чапаеву Антону Деникину И батьке Махно Мирно кормящих Овсом Уставших лошадей На площади В каком-нибудь Усть-Урюпинске Я Немедленно Отправил Этот вопрос Ответной Открыткой Диме Кислицыну Финкельштейну Но ответа До сих пор Не пришло Говорят Немедленно Которых Убивали Открыткой Как иногда Бывает В одиночку Нужно заехать Открыткой Что-то уму рода Совершенно безнадежно Купить Можно все Бибик Может и купить Но ворует В целях Поддержания Рабочей формы Также в зоне Тренируются Потихоньку И бывшие Спортсмены Кража Это больше Чем ремесло Это сложная Цепочка Быстрых Химических Реакций В мозгу И на эти Острые ощущения Легко подсесть Я боюсь Себя признаться Но Бибик И Булка Теперь вроде как Моя семейка После трапезы Мы закуриваем Сигареты В фильтр Как обеспеченный Человек Закуривал бы После обеда Восьмидолларовый Кахибас На воле Взвалив ноги На стол Заслуженного Ветерана Производства И почетного Резинщика Отрасли Мы беседуем Три стукача Мы не особо Доверяем Друг другу Это похоже На игру в покер Знаем Что любой Сдаст соседа По столу Без зазрения Совести Да так наверное И происходит Когда мы по очереди Ныряем в дядин кабинет Где-то раз в неделю Храните ключ От жопы В укромном месте Друзей в системе Не бывает Вот такой у меня Теперь семейный Обеденный стол Мое окружение С которым Буду встречать Этот новый год Скажи мне Кто твой друг И я скажу Кто ты Особых изменений Во внутреннем состоянии В связи с пополнением Рядов штатных Иуд Совсем не чувствую Зато метаморфозы Вовсю Происходят В мире Внешнем Огромная промка Уже знает О трех стукачах Засевших В ТБ Однако Я совсем не чувствую Презрения Окружающих Наоборот Серьезнее стали Относиться С уважением Даже каким-то Надзоры Уже не вымогают Наводку Наоборот Сами нахуй Карточки считают После развода Любят они меня Теперь еще меньше Ну так Я и не девушка Чтоб меня любить За моей спиной Длинная Худющая Как у Дон Кихота Дядина тень Даже сочетание Кабинет техники Безопасности Звучит теперь Зловеще Вроде Службы Безопасности Спецслужба Техники Безопасности Я От капитана Бибикова А давайте Для смеха Перекроем Все каналы Наркоты На промку Перед Новым Годом Разомнем Косточки Во бля Потеха будет Очень легко Очей у дяди Наберем Бибиков Зол на весь мир Можно сказать Обижен Но это Опасная Двусмысленность Просто Есть Такие Злые Клоуны Как этот Бибик Плевки С ненавистью Хочет Украсть Маленький Праздник Сразу У нескольких Тысяч Человек Цены На продукт Жилой Тогда Взлетят До предела Троим Четверым Братвенским Барыгам Не насытить Четырехтысячный Предновогодний Рынок На жилой Возникнет Искусственный Дефицит А это Уж Мое Экономическое Резюме Я умный Я ж говорил Вам уже Мудаки Вы оба Грамотные Ну перекроем Нахер Не проблема А потом Сами хую Деда Мороза Будем нюхать На Новый год Пионеры Педальные Лишь бы Стукануть Лучше Давайте Всех Барыг Под наш Плотный Контроль Определим Пусть Тянут Своля Как Тянули Но оптом Сдают Нам Сами Пронесем Жилую На меня Смотрит Сами Спихнем Наскореньку Тогда И курнуть Будет Чего И цены Сами Сможем Назначать Булгаков Сдвигает Ноги На один Из фолиантов По таинству Безопасного Производства Рисуется Своими Неуставными Желтыми Ковбойскими Сапогами Манерами И говором Он напоминает Дореволюционного Купца Неизвестной Гильдии Не хватает Жилетки С цепочкой Часов Хочется Объяснить Ему Что Олег Булгаков Это вовсе Не вот эти Сапоги И даже Не выколотый На его запястье Рокки Бальбова Но Паланика Олежка Конечно Не читал И не разбираясь Долго в референциях Может сразу Заехать мне в ухо Ага За такой оборот Раскрутимся По статье Уже через пару недель Это ж на килограммы Пойдет Счет И потом Ты че сам На жилой Будешь бегать Пихать это говно Братва Быстро Крылышки Подрежет Там ведь на жилой Кроме дяди И мамов Есть Со своей сетью Братишек Блатных Походу Братишек С ножичками Сколько я зарезал Сколько перерезал Слушай сюда Ебун Бибигун Давай прокайтарим Как это все По уму Исполнить Во-первых Статья Это риск Я согласен Но скорее всего Крутить нас Не станут Если придадут Огласки Мы подпортим По наркоте Показатели А дядю Дядю Просто надо Курсовать С самого начала Дадим ему Список барыг Попросим Разрешение Взять на разработку С целью Выявления Всех рабочих Каналов Поступления Он Даст Полуофициальное Добро А разрабатывать Можно и месяц Месяц Перед праздником Будем пихать В зоне наркоту Килограммами Без запала Под прикрытием Колумбия Хуюмбия А-де-ха-ет Все правильно Булка Мне план По душе Но ведь через месяц Кого-то отдать Придется Вольняшку Какого-то Посадят Вольняша Хуярить Не канает Нарядчик Ты нарядчик Нихера Ума не набрался В своем институте Через месяц Зайдешь К дяде Со своей тетрадочкой И его Доляну Занесешь Что ему больше сердце согреет Твоя информация Гребаная Которая ему и так Известна Или бабло Или думаешь Он как вы С Бибиком На голой воровской идее Пылит Да у него В залупе Больше мозгов Чем у вас С бабой Бибой На двоих Знаете что От соседика Вы друг у дружки А я вот посижу Посмотрю Порадуйте Старика Да ты сам Сейчас начнешь Строчить Принцессы на Манганское Ладно Ладно К делу Пацаны Закрутим их всех Нахую Мы вот с осужденным Бибиком Сейчас пойдем Барыг укатывать А ты Нарядный наш Вечером на ковер За добром Походу Стрельни там у дяди Кайф Если даст Скажи Булгаков Просят Знаете в Ташкенте Новый год встречают дважды В 12 по местному И через 3 часа Когда 12 уже в Москве Так было всегда Ташкент был маленькой столицей А Москва Просто столицей Хотя Узбекистан Теперь независимое государство Московский Новый год По привычке Встречают все Восковая рожа Пьяного Ельцина По всем каналам Мы по привычке Считаем его своим А он же зарубежный Мне всегда интересно Было бы посмотреть Как вечно веселый Ельцин Будет поздравлять Страну с Новым годом Если у него вдруг Отобрать бумажки С тезисами Как искренне Начнет говорить Не упоминая Об огромном пути Проделанном страной За этот год На ниве тяжелого Машиностроения Хотя Если президент Трес в новогоднюю ночь Нужен ли нам такой А если еще глубже Копнуть и словечко То это импортное Президент Нужен ли Нужен ли нам Президент Выбранный временно Президент Как презерватив Использовать и выбросить А если не выбрасываем Нахрен эти реалити-шоу С выборами Быстренько Объявить самодерцам Копи-паснуть У самых демократичных В мире англичан Из конституции Десятых абзацев Про матку-королеву И разбежались Каждый по своим делам Встретив первый Малый Новый Год Двенадцать На вечеринке У дяди Витлса Вместе со срывающимися В оголтелой Промиску и тет Под выпившими Звездами Отечественного софтбола Мы со Стасом Потихонечку Сруливаем Шансы поебаться С малознакомыми Девчонками Поблевать И приложиться К огромной бутыле Разливного Жигулевского Которую Витлс прячет Где-то На утро Выглядят Просто здорово Но у нас Другие планы Домашняя девочка Вероника Всегда встречает Новый Год По-Ташкентски С родителями Сейчас Когда они Подобрели От советского Шампанского Мы тихо Ее выкрадим И двинем Кьюльке Глории На космонавтов Мы с Вероникой Очень надеемся Что Стас Отъебет Глорию И избавится От депрессии Целебный секс Он вернет Художника Благодарному Человечеству Наша Многоходовая Интрига Объединяет Меня с Моей Маленькой Затейницей Жду Ее Малышугу Мою Не дождусь Ведь Если честно Похую Отъебет Листа С Глорию Главное Что я Отъебу Нежно Принежно Мою Вероничку Клубничку Птичку Синичку Надеюсь Несколько раз Перед тем Как нам ехать На проспект Космонавтов Названный так же Как и станция метро В честь Псевдоузбекского Космонавта Джанибекова Настоящая фамилия Которого Была Крысин Нам необходимо Пополнить Запасы Мари Ванны Ебли Знаете ли Еблей А душевный Баланс Нарушать Нельзя Многих Пришлось Накурить В логове Витлса Нихуя Не осталось Халявщики Хвостопады Это бич В незнакомой Компании Ведь Не знаешь Нихуя Кого Можно послать Смело А кого С оглядкой На дверь Приходится Накуривать Всех Кого Ни Попаде А наша Сами Знаете Имеет Обыкновение Кончаться Пить Ваксу Ни я Ни Стас Толком Не можем У него Менингит Был недавно А у меня Гепатит Отрихтовал Печень Так Грамм 100 Не больше Не-не-не-не Спасибо Спасибо Здоровья Нет Не пьем Только травка Гомео Прости Господи Патия Для начала Вылавливаем Новогоднее Такси Есть дрянь Кайф Борма Таксист Разводит Руками Поздно Ну Тогда Вези На фазенду Только она И есть В разгар Новогодней ночи Фазенда Это невзрачное Кирпичное Общежитие В стиле Хрущевского Утилитаризма Воздвигнутое Неизвестными Зодчими На ташкентской Улице Катартал Что-то круглое В этом названии Слышите Катартал До сих пор Не знаю Как это переводится До очередного Приступа Властной паранойи Катартал Был ташкентским Ночным аналогом Тверской Без центрального Телеграфа Но с ночными Наездницами Сейчас Там одни Менты Ночью Страшные Как моя жизнь Не Катартал Стала Какой-то Катар Была улица Мягкого Шанкра А стала Улица Вечного Несварения Желудка А в Фазенде Тогда сутками Банковали Анашу И местный Портвайн Барматуху Под названием Чешма Вкуснее Питерского Агдама Но последствия Утром Ужасающие К боли В голове Добавляется Зенитный Скорострельный Понос Чешма Бедуина Это коктейль Барматухи Со спрайтом Почти не дает Запаха Чтоб родители Сильно Не бушевали Нихуя Нет В Фазенде Галяк Непруха Все скупили Новый год Маршем идет По Ташкенту Все нормальные Люди Заранее Притарились Барматуху Ваши Сами Жрите Облом Звоним Витлсу Из холодной Бутки Автомата С выбитыми Стеклами На серебристой Поверхности Аппарата Выцарапано Одно Короткое Слово Имеющее Отношение К прошлой Краснофонарности Катартала Ам Ам Это по-узбекски Пизда Вы видите Какое Этого народа Отношение К женским Гениталиям А какая Лаконичность Ам Тут и намек На радость Орального секса И глубина Бездны В которую Вас баба Часто сбрасывает Ам Ам Стер Дам Или думаете Зря У моряков Слово пиздец Звучит как Амба Какого Хуя Без меня Съебались Так друзья Делают Дядя Виттлс В ярости Ясно Представляю Его Багровые Залысины Какая А где Нашички Взять Если Фазендий Галиковский У тебя Осталось Че Нашички 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 Так у вас Была Че Убили Уже Все Иногда С Виттлсом Невозможно Разговаривать Он не слышит Что ему Сказали Секунду Назад Твои Дружки И убили Спортсмены Ебаные Не пьют Они Виши Есть На шестом Квартале Через дорогу От Шухрата Барыга Юра зовут Мужик Серьезный Сидевший Сильно Не хорохортись Там Не откроет Дверь Значит Валите Спать Стремно Откроет Железно Отоваритесь Ну Спасибо Виттлс С Новым Годом Тебратка Оставь пивка На утро Приползем Наверное Вот и я Говорю Воистину Воскресе С фазенды До магазина Шухрат Двадцать минут Пехом Такси уже Не выловить Пик празднования Летим Почти бегом Ты понимаешь Бабам Всем деньги Мои нужны Ни с того Ни с чего Вдруг Объясняет Стас Он нигде Не работает Получает Смешную Стипендию В училище И третий год Ходит в одних И тех же Пятьсот первых Джинсах Этот комплекс Миллионера Я думаю Возник в его Расшатанном Болезни у мозга Под воздействием Каннабиса Поэтому спорить Не пытаюсь Она Танюха моя Она другая Совсем другая Понимаешь Я молча Всем своим видом Соглашаюсь Может и к лучшему Оно все так Может останется Для меня Светлой Недосягаемой Любимой Навсегда А? Может так оно лучше? Юрин дом Возникший Кафельной глыбой Перед нами Избавил меня От необходимости Соглашаться Со Стасом Я вот сейчас думаю Лучше б совсем Совсем Тогда не нашли бы Мы Юры Одвинули сразу К девчонкам Хотя Тогда писать Было бы не о чем Че хотели Че вы Юра Высокий Сухощавый С пшеничными усами Похож На киевского Дореволюционного Пристава Ярко-желтый Шафранно-лимонный Цвет Его кожи Говорит о том Что его печень Отведала гепатита В Узбекистане Гепатит Как гриб Болеют им Почти все Дело в том Что на хлопок Льют химикаты Листья таким образом Искусственно Сбрасываются С куста Перед механическим Сбором Комбайн Заглатывает Потом чистое Волокно Эту же самую Хуйню Американцы Лили на джунгли Во Вьетнаме Чтоб сбросить На землю Листья И достать Ушлых Вьетконговцев А у нас Эта херня Травит воздух Воду Жратву И каким-то Макаром Располагает Организм Гепатиту Гепатит Френдли Узбекистан Хлопковый Придаток Братской Семьи Народов Про хлопок Тут знают Все Его сеют Трудолюбивые Крестьяне А собирают Весь профессорско-преподавательский Состав И студенты В системе Высшего И среднеспециального Образования Узбекистана Во время сбора Урожая Половина Узбекистана Превращается В хлопкоробов Страны Мне всегда Кажется Созвучность Слов Хлопкороб И долбоеб Вовсе Не случайна Хлопок Наше Все А наша Это неофициальная часть С новым Вас годом Юра А дрянь Есть Стас Подчеркнуто Вежлив Кто знает Что ожидат От бывшего Зэка Говорят Они Очень Подлые Вы одни Дряни Нет Есть настоящий Ураган А не дрянь Заходите Обувь Снимайте И на кухне Яща Пять минут Юра уходит Из квартиры А мы Наблюдаем Как тараканы Мечутся струйками По его Нечищенной Плите И кафелю Кухонных Стен Юра Ушел Чтоб Показать нам Будто Анаша Где-то В другом Месте На случай Если мы Наведем На его Хату Ментов Но мы То знаем Что это Все Понт И терпеливо Ждем Пусть Поскоморошенчает Лишь бы Быстрей Меня ждет Уютный Горячий Ам На проспекте Космонавтов И самое Главное Мы все-таки Нашли Отраву В новогоднюю Ночь Большое Дело Сделали Юра Возвращается Порожняком Долбанный Перестраховщик Ща-ща Принесут Пару Минут Это Разрежает Атмосферу Юра Тем временем Достает Целлофанчик С какой-то Коричневой Желеобразной Хуйней Мажет Ее На столовую Ложку Прыскает Туда Шприцом Воды И начинает Греть Над газом Кишащий Брызгливыми Во все стороны Тараканами Плиты Приляпаетесь Пацаны Чего Примажете Спрашиваю Нам бы Анаши Анаши Юра Мы Не Примазываемся Сэм Смотрите Да Дело Хозяйское Он выбирает Из ложки Водицу Цвета Крепкого Чая И начинает Передергивать Оранжевым Медицинским Жгутом Волосатую Руку Нина Написано На руке Локтем В этот Момент На кухню Входит Женщина Если Судить По давно Нестеранному Халату И наглым Глазам Юрина Жена Лучшая Половина Повелительница Грез Может Это Она Нина И есть Юрка Сука Только Два Часа Прошло Нахуя Так Дозу Взвинчиваешь Без Меня Тут Один Сам На Сам Двигаешься Скотина Неблагодарная Она Строчила Обвинение Еще С полчаса Если Юра Не Перебил Тихим Удавьим Голосом Принесла Принесла Вот Отдай Пацанам Юра Наконец Попал Вену Ввел В нее Чай И Со Вздохом Откинулся К стене Закрыв Глаза С Новым Годом Пацанчики А Сильный Вообще Кайф Жена Оборачивается Ко мне Капитальный Лучше Чем Секс Хочешь Треснуться А Другого Способа Нет Без Шприца Иголки Спит Мрачная Хуйня Ну Еще Сожрать Можно На кишку Или в чай Заварить Просто В жилу Оно Экономнее Да и Позаборести Будет А вам Мужикам Вообще Лафа Хрен Стоит По Пять Часов Я Только За Это Моему Юрке Разрешаю Тюхаться Хрен Стоит А На Двоих Сколько Стоит И Сколько Надо Захуярить Чтоб Хрен Стоял Всю Ночь Совсем Обнаглели Гандоны Всех Сука Под Раскрутку Запущу Пидоросня У Бибикова Совсем Не срослись Деловые Переговоры С барыгами Папской Промзоны У Булгакова Та же История Кто-то Развел Руками Завязал Мол Кто-то Послал Подальше А кто-то Даже Взялся За Заточку Планировать Стукачевский Бляц Крик Одно А вот Вытянуть Проект На деле Совсем Другое Проще Говоря Нас Послали Нахуй Все Центровые Барыги Промзоны Промутана Вообще Молчу К нему Они Даже Не Ходили Там Броня Бронетанковая Мы В ярости Оторвались От земли Размечтались Но Мы Ведь Можем Их Всех Порвать Или Нет Или Вся Наша Тайная Власть Полная Хуйня А ведь Какой Был Красивый План И Главное Всем Было Бы Хорошо Че Делать Теперь Проводим Оперативный Консилиум Бука Не из Тех Кто Легко Сдается Следить За Каждым Их Шагом Кто Приходит Кто Хоть Че Жрут С кем Трут Всю Хуйню Ёбнем Их Это Железно Перед Новым Годом Движуха Будет Плотно Жадность Барыжная Не даст им Погаситься В сезон Выпасим Их Сработает Стопудово Но по времени Это как раз Месяц и займет Так что Отпадает Ребят Ребят А что если Я их на промку Не выведу Завтра Пусть посидят На жилой Пожрут Баландочки Жопу Отморозят На двух Проверках Глядишь Сговор Черестанут Дадим знать Кто тут Картишки Тасует Как это Ты их не выведешь Да карточки Я их лично И спрячу В нарядной И все Не выйдут Карточки На перекличке Надзоры Их хуй Выпустят Жилой Порядок Такой Карточка Это как Делюга На этапе Едет Вместе С пассажиром Протокол Один день Погода Не сделает Не успеет Горе хлебнуть Да и Пожаловаться Смогут Мастерам С промки Ну Тогда Совсем Выкину Карточки Нахуй Пару дней Их будут искать Потом Пару дней По новой Этих Уродов Фоткать Делать Дубликаты Всего дней Пять Это уже Срок О Так это Их стряхнет Хуй Блетов Здорово Будет Если дядя Их вызовет К себе По очереди И как Наедет Типа Смотрите Мол Пусть Весело Будет Всем На празднике Но Бесприкольно Ага Пусть Скажет Им Чтоб Нам Нашу Отдали Мудак Ты Бибик Иди Почеши Ко мне Яйца Значит Так Просто Пусть Намекнет Сотрудничать С нами Это Его Не подставит И нам Руки Развяжет Не станут Сговорчивей Ты Опять Их Карточки Вдальняк Раз Классный Способ Вымогательства Ты Шурик Талант Не в последний раз Чалишься Поверь Моему Слову Чипун Тебе На жопу Бук Отряс Несчастный Ты Шура Поняла О чем С дядей Сегодня Перетирать Будешь Ну так Огонь Наше Дело Правое Враг Будет Разбит Разъебан Будет Враг Победа После Обеда Будет За нами Субтитры Продолжение следует... Оглуби Продолжение следует... Оглуби Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok